Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Италии представительство зарегистрировано на основании абхазского устава ТПП То есть абхазские учредительные документы были зарегистрированы в Италии И соответственно получилось официальное зарубежное представительство ТПП Прошла инаугурация торгово-промышленной палаты Прошла также презентация Абхазии ТПП подготовила фильм на итальянском языке длиною в 20 минут Все присутствующие гости, а их было около 40 человек Это и местные журналисты телевидения, представители местного самоуправления региональных властей Крупные и средние предприниматели Все с интересом наблюдали за презентацией В рамках презентации инвестиционного потенциала Абхазии Мэрия Сухума, Ассоциация Европа-Абхазия И один из итальянских городов подписали протокол о намерениях В котором речь идет о расширении взаимовыгодного сотрудничества в области науки и культуры Укреплении дружественных отношений, продвижении торговли и туризма Становлении и развитии бизнеса и предпринимательства в целом Стоит отметить, что пока имя города Италии держится в секрете Так как по давно уже сложившейся традиции Грузия пытается всячески помешать воплощению в жизнь данного соглашения После подписания подобных соглашений или протоколов о намерениях Грузинская сторона всячески оказывала давление посредством своего посольства в Италии На тех или иных экспонентов власти итальянской И таким образом приводило к тому, что эти соглашения расторгались И их юридическая сила терялась Мы усвоили урок для себя и решили на этот раз не публиковать название города Таким образом уберечь как и мэра итальянского города от прессинга, от некого давления Так и нас самих от потери очередного соглашения Стороны условились раз в год по очереди направлять экономические и торговые делегации Как в республику Абхазия, так и в Италию По словам Кана Таня, первый визит итальянской делегации состоится уже в сентябре текущего года На Алакове, Давид Хашиг, Абхазское телевидение Полную версию пресс-конференции смотрите в нашем вечернем выпуске Переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения «Арена» установлен на центральной трассе Абхазии в районе поселка Приморское Система автоматически отправляет данные о нарушителях на все посты ГАИ Республики О том, как работает новая система контроля дорожного движения смотрите в сюжете «Сарейсмар» 7-5-7 со стороны Гагры 7-5-7 со стороны Гагры Вот так теперь работают сотрудники ГАИ на посту Приморское Именно здесь был создан центр обработки данных с видеофиксаторов Которые установлены на центральной трассе Абхазии На сегодняшний день таких видеокамер пока только 4 Но, по словам сотрудников ГАИ, в скором времени видеонаблюдение появится по всей дороге Перед каждой видеокамерой установлены предупреждающие знаки Система фото-видеофиксации о нарушении правила дорожного движения И центр обработки данных компания «Трансбезопасность» разместила на посту ГАИ Приморского Она работает уже в значительном объеме Она работает в полном объеме в той части, где расположены камеры фото-видеофиксации Это на прилегающих к посту ГАИ местах И центр обработки данных здесь В дальнейшем, что касаемо полного объема и неполного объема В дальнейшем будет размещено еще дальше Подобная система видеонаблюдения для Абхазии новинка Устанавливать ее и тестировать начали только в апреле этого года Сейчас вся система работает как положено Вот представитель компании «Трансбезопасность Абхазии» Аслан Мисиков Демонстрирует, как работает технология арены на месте Видеокамера фиксирует автомобиль нарушителя И в режиме онлайн посылает данные на общую базу Уже здесь диспетчер дает указания сотрудникам ГАИ остановить водителя И предъявить ему штраф за нарушение установленного скоростного режима Кстати, оплатить штраф можно сразу на месте Специально для этого здесь установлены терминалы оплаты Спербанка Абхазии Процедура оплаты достаточно легка Нарушитель также имеет право оплатить штраф в любом другом терминале в течение 10 дней Но в случае неуплаты за отведенное время Сотрудники ГАИ изымают водительское удостоверение У нас сейчас идет онлайн-передача нарушений С мест, в которые стоят пункты выявления нарушений камер Передаются онлайн сюда Здесь обрабатывается инспектором ГАИ После чего объявляется по рубору Сотрудник ГАИ останавливает Дает постановление Вот примерно оно выглядит вот так Где гражданин уведомляется о том, что он нарушил на таком-то участке дороги Тут предъявляется ему фотография После чего он должен расписаться и получить это постановление в руки По словам представителей ГАИ Водители пока еще не могут привыкнуть к нововведениям К полунию сегодняшнего дня Только одна камера зафиксировала более 150 нарушений По словам сотрудников ГАИ Практически все нарушители останавливаются на постах И готовы платить штрафы Все останавливаются? Да, да, да Это может единство бывает Но это может где-то кого-то спешить куда-то Бывают такие моменты, когда в больницу вели Только такие моменты А так в основном останавливаются Переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения Арена сделает безопасной дороги Абхазии Уверены сотрудники ГАИ По их словам, система пока только внедряется и налаживается Но в скором времени будут видны первые результаты работы В редакции Абхазского телевидения обратились жители одной из улиц столицы Они обеспокоены тем, что среди жилых домов в черте города Сотрудники МЧС в масках и специальной одежде привозят ящики И складируют их в заброшенном бомбоубежище Что это за ящики? Безопасно ли их содержимое для здоровья жителей? И можно ли их хранить в черте города? В целях безопасности и недопущения проникновения злоумышленников на территорию в сюжете Не будет озвучен точный адрес местонахождения бомбоубежища Подробности в специальном репортаже Ренаты Шакая Как нам объясняли, люди приезжают с МЧС Взламывают эту дверь, заносят всякие разные химикаты Мы узнали это только на той неделе И нам сказали, вы не переживайте, это все герметично упаковано Никакой опасности нет Обратно сваркой, как вы видите, заваривают, сваривают и уезжают Это уже оказывается все на протяжении пяти лет Мы как соседи этим обеспокоены Может утечка вокруг соседей, дети, детский сад И хотим, чтобы это все почистили, убрали, закрыли Не знаю, что сделали, чтобы этого никогда больше не было Так как мы беспокоимся за здоровье нас, здоровье наших детей К тому времени, когда наша съемочная группа прибыла на место Жители района уже собирали подписи В этом районе более 30 дворов К заявлению на имя главы государства Рауля Хаджимба Прилагались фотографии территории Жители просят президента дать указания соответствующим службам В кратчайшие сроки принять необходимые меры и ликвидировать склад В котором уже пять лет хранятся химические вещества На той неделе мы узнали, пожаловали соседи Которые живут тут уже много десятков лет Пожаловали, сказали, что приезжают МЧС Уже который раз в масках Заносят непонятные ящики И уезжают уже на протяжении Они узнали только это недавно Мы о других людей узнали, что это на протяжении пяти лет Мы решили проверить, пришли, посмотрели, сфотографировали Вы как видите, дверь совсем не закрывается Любой, не то что взрослый, любой ребенок может зайти Извиняюсь за выражение, напакостничать Там что-нибудь натворить Там то же самое Дверь, как они говорят, вы не переживайте Все это герметично упаковано Мы это сваркой закрываем Но любой ребенок может туда залезть Бомбоубежище недостаточно герметично Находится в аварийном состоянии Что увеличивает вероятность утечки химикатов Убеждены жители района Я здесь уже живу, наверное, 20 лет Но после войны здесь находились солдаты Ухаживали, территорию чистили Закрыто было вообще, туда попасть невозможно было Последнее время я слышал так, что это ведомство передали УЧС УЧС вообще ноль внимания Ну, вы сами видите, в каком положении оно вообще находится Убирать никто не убирает Во-первых, там внутри разбросаны разные, ну, военные какие-то Ну, я точно не могу сказать, это ртуки или что Но если вы туда внутрь кто-нибудь пройдете и посмотрите Вы все увидите, что там творится вообще Жители района беспокоены тем, что территория заброшена и не охраняется А по вечерам становится местом сборищ неизвестных людей Как вы видите здесь, вот ворота, они не закрыты То есть не охраняемая территория А здесь по ночам собираются наркоманы Вообще хотелось бы и к органам тоже обратиться Чтобы тоже этот участок взяли на заметку Вот, и сами понимаете Они могут взломать тут двери Неизвестно, что может произойти Это может экологическая катастрофа просто закончиться Вывести ящики за пределы города и утилизировать Это единственное требование горожан Наши требования однозначно безоговорочно Вывести отсюда все это Птичка у них была, один раз у них и ящики тут Падали, соседи видели, в речке видели рзуть Вот, ну, то есть птичка, она была ни разу, ни два Поэтому не беспокоиться мы не можем Депутат народного собрания Батал Айба Поддержал жителей этого района И заверил, что примет все возможные меры Для решения вопроса Мы в курсе о происходящем В первую очередь нужно письменное обращение граждан В дальнейшем, ну, по порядку уже разберемся Я думаю, что все службы городские, республиканские Заинтересованы, если здесь какой-либо беспорядок То я думаю, что этот вопрос можно решить сообща За разъяснением мы обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям Министр Лев Крицыния провел совещание На котором обсудили проблему По словам главы МЧС, руководство страны заинтересовано в решении этого вопроса На сегодняшний день уже выделен участок для хранения химических веществ Но пока нет необходимых финансовых средств Учитывая сегодняшнюю ситуацию Нам сложно сегодня иметь отдельную базу Это связано с затратами Но, тем не менее, это работа медленности У нас выделен участок в Гулибском районе Территория, отведенное место, специально подходящее Где нет, практически не мешает и населению Это место отведенное Ну, мы планируем начать там строительство То есть там нужен ангар Там нужно оградить всю территорию Поставить объекты охраняемые Там нужно построить сооружение Где будет охранник Для этого нужны еще дополнительные затраты То есть это увеличение штата Там должно быть трехсмерка Охрана, которые круглосуточно будут охранять этот объект Там можно хранить не только В этом помещении у нас еще есть Даже в отведенных местах Надо все это собрать в одну почву И надо его утилизировать Все это, я еще раз повторяюсь Это связано с определенными затратами Руководство страны это знает Мы самовольно ничего не делаем и не имеем права И поэтому мы обсуждали недавно И в кабинете министра Сказали, что в ближайшее время Вернемся к этому вопросу И будем строить необходимые Создавать необходимые условия для охранения Именно там, где специально отведенная власть Химик, дозиметрист МЧС Ольга Пустоварова Подчеркнула, что в бомбоубежище Не хранятся химические элементы Которые угрожают здоровью человека Сотрудники МЧС систематически проверяют уровень радиации Как в помещении, так и за его пределами Там хранятся ртутные термометры Промышленного назначения Которые были вывезены с хлебзавода Там было обнаружено огромное количество Но это то же самое, что мы все дома имеем Только чуть большее количество ртути Это абсолютно безвредно И некоторое количество химических реактив Которые были вывезены с университета То есть это абсолютно безопасные вещества Которые находились в лаборатории Где находились преподаватели, студенты Они проводили какие-то опыты Все в очень маленьком количестве Это не в промышленном И абсолютного вреда Если это, конечно, не принять вовнутрь Не представляет Мы постоянно контролируем В каком это состоянии находится У нас есть описи Веществ, что там находится Никакой опасности Эти вещества не представляют Мы неоднократно измеряли радиационный фон Около этого бомбебежа Внутри радиационный фон Абсолютно нормальный, естественный То есть никаких радиоактивных веществ Там не складываются Это однозначно Измерялась концентрация токсичных веществ В воздухе и в почве Вокруг бомбоубежища Все в пределах нормативных значений Конечно, я не отрицаю Там хранятся химические вещества Но они хранятся все в закрытых баночках То же самое у нас дома Хранится эфирик и какие-то другие Медицинские препараты Если их не съесть Они вреда никакого не представляют Я не знаю, почему у людей возникла паника Может потому, что они увидели Когда люди выгружали что-то В масках были Но просто это такие требования норм Что надо обдевать маски Воздух вокруг бомбоубежища Абсолютно нормальный И почва тоже Радиационный вход нормальный Лев Квицинья рассказал о том Что совсем недавно выезжал Со специалистами на место складирования И общался с жителями Ближлежащих домов Показатели приборов увидели и жители Превышения радиационной нормы Выявлено не было На сегодняшний день к нам обращались Жители ходили и говорили Что с возмущением Что вот приезжали, выгружали Здесь что-то непонятное и так далее Само помещение вокруг все заросло Там змеи и так далее Двери там у нас в глазах открыты И никто не охраняет Значит именно в этом вход Где оно хранится Там нашими силами Что возможно было Его заварили Приехали со специалистами Вроде бы мы поняли друг друга Что это все временно будет забираться Конечно, об этом знает Служба государственной безопасности МВД Она не совсем так брошена Что туда заезжаем Смотрим Наблюдаем Круглосуточное дежурство там Не ведется Это страхово Я не оправдываюсь И не говорю, что Это там правильно лежит Да, неправильно Да, надо специальное место Но к великому сожалению Нет, это не стоит возможность Если бы она нам прямую Какую-то серьезную угрозу Представляла бы для населения Мы этого не допустили Как отметил министр По чрезвычайным ситуациям Лев Квициня Вопрос с хранением Ртутных термометров И химических реактивов Бомбоубежища Расположенного в черте города Будет решен до конца года Рината Шакая Саиду Гухава Абхазское телевидение Герою Абхазии Полководцу Абхазской армии Во время Отечественной войны Народа Абхазии Генерал-лейтенанту Сергею Дбар Исполнился бы 71 год Сергей Дбар был выдающимся полководцем Он взял на себя организацию Боевого сопротивления Абхазских войск Во время Отечественной войны Народа Абхазии Он был командующим фронтом Начальником генерального штаба Сергей Дбар был жестким И бескомпромиссным генералом Но в обычной жизни Мягким и добрым человеком Вся нагрузка во время войны И послевоенное время Отразилась на его здоровье За выдающиеся заслуги В период Отечественной войны Народа Абхазии Активное участие В общественно-политической жизни Республики Он был награжден Орденом Ахтапша Первой степени За большой вклад в развитие народного искусства Народный артист Республики Абхазия Руководитель Кварчавского детского хореографического ансамбля Амцапс Ирозион Бигуа Награжден орденом Ахтапша Третьей степени Но каза об этом подписал президент Рауль Хаджимба Абхазские спасатели Отправились в Донецкую Народную Республику Для участия в чемпионате республики По пожарному кроссфиту Подробности в сюжете пресс-служба МЧС Абхазские спасатели Прибыли в Донецк На чемпионат республики По пожарному кроссфиту По приглашению своих коллег из ДНР Помимо Абхазии В чемпионате приняли участие Команды из России, Сербии И Луганской Народной Республики В трудное время мы проводим эти соревнования Но не нужны Они показывают сплочение Нашей служб А командам Хочу пожелать Победы Стремитесь Боритесь Победит лучший Пожарные спасатели Донецкой Народной Республики Сегодня принимают участие В боевых действиях Под обстрелами Тушат пожары И спасают женщин Детей Я бы хотел искренне пожелать вам Здоровья Мирного неба Счастья Состязания состояли из трех этапов Силовая эстафета пожарных Боевое развертывание И аварийно-спасательные работы Задания усложнялись Жаркой погодой Внезапно наступившей в Донецке После затяжных холодов Наши спасатели Впервые участвовали В состязаниях такого уровня Полученный опыт Говорят они Крайне важен В профессиональном плане Торжественное награждение Состоялось После пяти часовых состязаний По итогам чемпионата Три призовых места По общекомандным результатам Разделили спасатели Из Донецкой Народной Республики Абхазские спасатели Были награждены Грамотами и поощрительными призами От МЧС ДНР Состязания завершились Выставкой пожарно-спасательной техники И зрелищным огненным шоу И в завершении выпуска О погоде По сообщению гидрометеослужбы В Абхазии ожидается Пасмурная погода Температура воздуха Ночью 11-13 Днем 18-20 градусов На этом наш выпуск завершен До скорых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова